Сегодня на выходе из избирательного участка удалось провести разведопрос группки избирателей ЗЕ. Три женщины и один мужчина где-то под 60. Они кого-то ждали и просто разговаривали. Как всегда, в такой ситуации легко вступать в разговор с какого-то вопроса, не касающегося темы, наподобие «как отсюда добраться до какого-то места». В таком возрасте люди с удовольствием и подробно рассказывают маршрут и отвечают на наводящие вопросы. После этого с ними уже можно говорить на любые темы. Общее впечатление от того, что они рассказали. Избирают царя и избирают методом от противного. Это значит, что они голосовали за ЗЕ не потому, что он им нравится, даже наоборот, но отдали свои голоса за него просто, чтобы против пороха. Насколько можно понять, в первом туре они голосовали за Юлю, и ЗЕ – не их кандидат, и никаких иллюзий они на его счет не питают. Была обида на пороха и, что самое важное, по вопросам, находящимся вне его компетенции. В основном это компетенция Верховной Рады. В своем возрасте они даже не понимают, кому высказывать свои претензии. То есть они даже не поняли, что 90% их претензий надо было реализовать на парламентских, а не на президентских выборах. Но был один вопрос, который мы уже вылавливали не раз, и на котором остановимся подробнее. Как мы помним, сразу несколько кандидатов в президенты жестко педалировали вопросом цен на газ. Мы с них смеялись, когда они соревновались в обещаниях снизить цену в 2, 4 и более раз, а многие просто писали «справедливые тарифы». Такие лозунги взялись не на пустом месте, а в результате мониторинга общественного мнения. Даже наш импровизированный опрос показал на то, что колеблющийся электорат, который остался без своего кандидата, очень чувствителен именно к этой теме – цена коммунальных тарифов и особенно газа, который за собой тянет цену отопления. Тут речь идет не о том, почему эти цены поднимались, и не о том, что повышение цен компенсировалось субсидиями, а тем, как это делалось и, главное, когда. Любая предвыборная стратегия предполагает максимальное смягчение социального климата в преддверии выборов, а цена газа для населения каскадно повышалась вплоть до самих выборов, и очередное повышение анонсировано на май. Опять же, номинально эти цены регулируются не президентом, и в это погружаться не стоит. Но нетрудно предположить, что ответственность за этот вопрос повиснет на первом лице, как это и произошло. А раз так, то предвыборная аналитика, указавшая той же Тимошенко и Каплину важную болевую точку, должна была указать то же самое и штабу Пороха, и надо было этот вопрос как-то регулировать. Непонятно, почему был допущен такой промах, намеренно или по недосмотру, но часть электората, которая в принципе не собиралась голосовать за ЗЕ, ушла к нему просто по этой одной причине. Оно понятно, что эти лозунги не дали выйти во второй тур никому из тех, кто поднял их на флаги. Тем не менее, когда речь идет о сборе голосов, то надо четко понимать, откуда их брать и чем. В общем, это одна из составляющих протестного электората, которую можно было обратить в свою пользу просто правильными и своевременными действиями. Но это уже дело прошлое, и переиграть именно этот момент нельзя. Но есть и некие фундаментальные моменты, связанные с менталитетом украинского избирателя, дающие протестный тренд на протяжении всей истории независимости Украины. Это более широкая тема, которую стоит освещать отдельно. Здесь же мы заметим, что результаты выборов будут во многом зависеть от того, насколько удалось подобрать колеблющийся электорат, а УЗЕ он весь неидейный, а именно ситуативно-протестный. Все мы имеем собственный небольшой опыт привлечения на нашу сторону такого электората, но понятно, что успех даст лишь совокупность наших действий и действий самого пороха, которому удалось или не удалось подтянуть этот электорат. Результаты выборов это покажут, а каждый из нас имеет свой счет тех, кого удалось убедить голосовать за Украину. И мы знаем, что сделали все, что было в наших силах.